...на интерфейсах, на продвижении, на какой-то наращивании лояльности, да, опять же. Все остальные банки будут пытаться догнать, ну, мы входим, к сожалению, в их число, будем пытаться догнать функциональность, которая уже становится привычной на рынке для пользователей. То есть каких-то прорывов, за исключением того, что, может быть, кто-нибудь там первым успеет сделать действительно хорошую работу с личными финансами, то есть это и учет финансов, и рекомендации, потому что сейчас у всех это достаточно в зачаточном состоянии, то есть может быть вот это выстрелит. Но остальные какие-то новые технологии, которые, например, мы можем видеть на Западе, какие-то инновации появляются, они у нас, ну, слишком на маленькую аудиторию рассчитаны, то есть типа вот бампереводов, да, в мобильном приложении, это прикольно, классно для продвижения, но это не на массовую аудиторию. Спасибо, Наталья. Спасибо, давайте поблагодарим. Спасибо, Наталья. Я хотел бы слово предоставить Алексею Захарову, пожалуйста. Коллеги, организаторы попросили меня быть немножко чуть более жестким с точки зрения тайминга, 10 минут на выступление и 3-5 минут на вопросы-ответы, пожалуйста, заранее готовьте вопросы. Организаторы не дали специально второй микрофон, чтобы мы тренировались. Поэтому Алексей, тебе слово. Коллеги, добрый день, меня Алексей Захаров, зовут, я представляю финансовую группу Life, я директор по маркетингу, я отвечаю за маркетинг малого-среднего бизнеса. Причем я отвечаю за маркетинг не в одном банке, а в пяти банках, но только за малый-средний бизнес. Я хотел поблагодарить предыдущих двух спикеров, лично мне они поняли настроение, я так же за вопросы из зала, поэтому спасибо большое. Мы говорили про цифры, я тоже люблю цифры, но я люблю цифры как сами по себе, так и то, как они нарисованы. И так как у нас секция называется управление маркетингом, то я буду выступать именно про управление процессом маркетинга, про ту боль, с которой я столкнулся, и про то, как я и мои коллеги речили эту боль. Сначала у меня вопросы, у меня в задних рядах нормально слышно? Просто микрофон страшно фонит, по-моему. Нормально, да? Нормально. Так, тогда я начнём. Тут будет немного... А куда-то? Сюда, сюда. На экране не меняется. Сейчас. Сначала немного рекламы про финансовую группу Лайф. У нас, на самом деле, большая организация, вот то, что зелёным закрашено, это то, где мы присутствуем. У нас сейчас 7 банков, и, на самом деле, то, что важно, 800 отделений. Лично меня касаются 200 отделений. Это отделения, которые занимаются обслуживанием компаний малого и среднего бизнеса. Это важная картинка, потому что сейчас я буду говорить про то, как мы меняли процесс маркетинга в этих 200 отделениях, и в отделениях розницы тоже, и с чем мы столкнулись. Структура у нас немного необычная. Все банки на российском рынке, они, как правило, вертикально интеллированы, поэтому сидят ребята в Москве, я работал в разных организациях, я работал в организациях вертикально ориентированных, когда всё очень просто. Вы сидите в Москве, вы отвечаете за маркетинг там всех офисов, всех регионов, и вам пришла в голову какая-то идея, и вы там в течение недели спустили её вниз и внедрили новый фирменный стиль, новые листовки, напечатали новую полиграфию помимо листовок. И всё это произошло по офисам. Всё очень просто. Клиенты видят всё, что у вас происходит, всё, что вы придумали. Мы немножко не такие сейчас. То есть финансовая группа Life – это группа горизонтально ориентированная. То есть у нас, помимо того, что есть банки, есть ещё дивизионы. На самом деле дивизионы гораздо более главные, чем банки. Например, вот дивизион розничного бизнеса – это ребята, которые отвечают за услуги с физическими лицами, они работают во всех банках, которые есть в группе. Они придумывают услуги, и они внедряют их в этих банках. Например, если вводится какая-то карточка новая для физиков, её нужно протестировать на про-бизнес-банке и, посмотрев на отклик, запустить во всех остальных банках. То есть это позволяет нам быть гибкими. Но это же накладывает на нас некие такие ограничения, сложность внедрения нового фирменного стиля, сложность внедрения новых материалов и получения обратной связи от офисов и от клиентов. Наши офисы, которые относятся к сегменту нового среднего бизнеса – это такая маленькая банковская франшиза. То есть любой мой управляющий в любом регионе, он фактически сам отвечает за свой бизнес. Если у этого человека нормальный ПНМ, то есть если он выполняет план по доходам, план по кост-инхому, план по привлечению клиентов, то я, как директор по маркетингу, такой вот весь сидящий в Москве, умный, там с образованием и так далее, ничего не научного сделать. Я говорю, использую вот эти новые красивые листовки, а он мне говорит, зачем мне новые красивые листовки, если мои листовки, которые я печатал, помогают мне привлекать клиентов, и я выполняю план по доходам. Это такая логика, она на самом деле очень своеобразная, она есть, она присутствует, и это то, с чем мы сталкиваемся, то, с чем мы живем. На самом деле, вот такие отделения у нас открываются, открывают отделения тоже сами управляющие, то есть человек приезжает в регион, человек находит место, где бы он хотел открыть офис, с точки зрения проходимости. Продолжение следует...